Лабораторные службы нашей страны в боевой готовности. Таможенные, пограничные и медицинские посты объединили усилия в профилактике смертоносного вируса Эбола. Пассажиры, прибывшие из зарубежных стран, прежде чем ступить на родную землю, проходят тщательный осмотр. Как Казахстан намерен противостоять очередной чуме, узнавала Гаухар Сарсенбаева. Инкубационный период Эболы составляет от двух дней до трех недель, маскируясь под обычное недомогание. Распространяется он через прикосновение к больному человеку. Более половины инфицированных от бушующей эпидемии уже умерли. Вакцины против вируса еще нет, но отечественные специалисты успокаивают. Наши лабораторные службы готовы. Мы сегодня имеем определенную диагностику. Мы берем анализ этого человека и по результатам этого анализа мы можем немедленно и быстро определить, человек болен этой лихорадкой или не болен. Теперь командиры борта заполняют специальные медико-санитарные декларации, и тщательно следят за самочувствием пассажиров. А в воздушных портах их встречают с такими вот тепловизорами. Они есть лишь в четырех странах мира. Прежде чем разрешить высадку пассажиров, их тщательно сканируют. Если у пассажира температура выше 37 градусов, на табло высвечивается определенный цвет, и шкала показывает, какая у него температура. С этим пассажиром мы ведем беседу, проводим его в изолятор. Эбола уже прочно обосновалась в Европе. Факты заражения выявлены в Германии и Канаде. А в эти страны есть немало авиарейсов из Казахстана. Поэтому контрольный и строжайший. Во всех пунктах пропуска через государственную границу ведется усиленный санитарно-карантинный контроль всех лиц, прибывающих из зарубежных стран. Не только пассажиров, но и членов экипажа, перевозчиков и даже бортпроводников. С начала года осмотрено уже более 2 миллионов человек. К счастью, случаев даже подозрения на инфекционные заболевания выявлено не было.